Сегодня мы поговорим о том, что представляет собой коммерческая тайна, какие сведения к ней относятся, какое наказание грозит работнику за нарушение режима коммерческой тайны и какими документами устанавливается на предприятии режим коммерческой тайны. Коммерческая тайна – это режим конфиденциальности информации, которые позволяют ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. К информации, составляющей коммерческую тайну, могут относиться производственные, технические, экономические, организационные и иные сведения любого характера, которые имеют действительную потенциальную коммерческую ценность, а также сведения о способах ведения профессиональной деятельности компании, пункт 2 статьи 3 закона номер 98 ФЗ. Необходимо помнить, в отношении таких сведений должен быть ограничен свободный доступ и введен режим коммерческой тайны, например, путем издания приказа и утверждения локально-нормативного акта компании, допустим, положения коммерческой тайны. Например, к сведениям, которые могут составлять коммерческую тайну, относятся сведения об условиях заключенных контрактов, определенные технологические и производственные процессы, разработанные стандарты по существующим бизнес-процессам в компании, перспективные планы развития компании. В каждой компании существует свой перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, которые утверждены руководителем, исходя из специфики финансово-хозяйственной деятельности компании. Однако в статье 5 закона номер 98 ФЗ приведен перечень сведений, в отношении которых не может быть установлен режим коммерческой тайны. Назовем небольшую часть таких сведений. Данные в учредительных документах компании, а также EGRU и EGRIP. Документы, дающие право заниматься бизнесом. Информация о загрязнении окружающей среды в состоянии противопожарной безопасности. Условия труда в компании. Численность работников. Система оплаты труда. Наличие свободных рабочих мест. В иных нормативных документах также может содержаться информация о составе сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. Такими сведениями являются, например, бухгалтерская финансовая отчетность. Пункт 11 ст. 13 Федерального закона номер 402 о бухгалтерском учете. Режим коммерческой тайны устанавливается компанией путем принятия следующих действий. Утверждение перечня информации, составляющей коммерческую тайну. Ограничение доступа к секретной информации путем установления порядка обращения с этой информацией. Установление списка работников, имеющих доступ к такой информации. Обеспечение безопасности информации, составляющей коммерческую тайну. Нанесение на материальные носители, содержащие информацию или включение в реквизиты документов грифа «Конфиденциальный». Установление ответственности за разглашение коммерческой тайны. В целях реализации требований политики информационной безопасности компании, а также сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну, компания утверждает положение о коммерческой тайне. Важно помнить, документы, касающиеся режима установления коммерческой тайны, должны храниться постоянно в компании. Статья 62-я перечня, утвержденная Министерством культуры, номер 558. Разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, признается действие бездействия, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме, устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств, становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации, либо вопреки трудовому или гражданскоправовому договору. Трудовой договор с работником может быть расторгнут в случае однократного грубого нарушения работникам трудовых обязанностей, разглашения, охраняемой законом коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с использованием им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника. Как отмечают суды, ссылкой на пункт 43-й постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года номер 2, в случае оспаривания работникам увольнения по данному основанию работодатель обязан представить доказательства о том, что сведения, которые разглашены работником, относятся к коммерческой тайне. Эти сведения стали известны работнику в связи с использованием им трудовых обязанностей. И самое важное, работник обязывался не разглашать такие сведения, что подтверждается решением Калужского районного суда от 03 февраля 2017 года, Заводского районного суда от 14 января 2016 года. Если в компании есть сведения, относящиеся к коммерческой тайне, необходимо грамотно и внимательно оформить всю необходимую документацию. На этапе разработки документации возникает много вопросов и сложностей. Юристы компании Роско помогут подготовить все необходимые документы и защитить коммерческую тайну вашей компании от любопытных глаз третьих лиц. Редактор субтитров А.Семкин